Продолжение следует... Было бы забавно, если бы она нас посудила. Я вызываю судей, а выходит Сивара, Таня Павлова и Даня Панов. И мы никуда не приходим. Ребят, как настроение перед этапом? Я смотрю прямо на позитиве. Вчера что делали после презентации о кофейне? Мы пришли домой, маленько пообсуждали, что будет происходить сегодня у нас. У нас есть четкий план на оба этапа. Вы будете придерживаться? Да, однозначно повторили роли, как, что будем делать, в каких ситуациях, как себя вести, отработать. Не было желания пойти на Бористо Пати, немного отдохнуть? Так она же сегодня. Нет, она вчера была в Симонеле. Нет, на Симонеле не ходили? У нас, мы живем в Восьмером, поэтому у нас дома своя Бористо Пати нормально. И что, вы молчите? Вы приходите? Все приходите. Куда приходить, Гриша? В Большой Головин, да? В Большой Головин переулок. В общем, сегодня Бористо Пати будет нормальная на Цветном бульваре. Сегодня будет отличная Бористо Пати, на ней мы и узнаем, кстати, да? Да. Кто у нас поедет, полетит в Коста-Рику. Я вижу, что судьи уже готовы, поэтому аплодисментами встречаем судейскую бригаду и бурными аплодисментами, конечно же, команду Академия Кофе, город Новосибирск. Новосибирск, этап кофе-сет. Здравствуйте. 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 Добрый день. Спасибо. Здравствуйте. Спасибо. Добрый день. Спасибо. Да, ребят, еще раз поговорю, подходите к столу, вытягиваете одну карточку из лотарта, четыре карточки из категории напитков, не переворачивайте, ближе к себе можете их чик-чик. Вот, и потом, соответственно, как только перевернете, у вас стартует 8 минут. Угу, важно? Давай отодвигаем, потом переворачиваем, правильно? Сейчас я пойщу, как он вот здесь. Давай, ты две, я две и ты две. Да, давай. Ай, у тебя одна. Подожди, подожди. Вот, вот так. Ну что? И сразу пойдет время, и мы… Да? Как сразу? Ну, перевернем, и пойдет время, правильно? Да, готовы. Поэтому пережим. Раз, два, три. Поехали. У нас эспрессо, двойной эспрессо. Все, уходите. Добрый день, друзья. Пока. Здравствуйте. С вами вновь команда Академия Кофе. Меня по-прежнему зовут Дмитрий. Со мной сегодня Григорий и, конечно же, доча. Привет. Друзья, сегодня было просто великолепное утро, я вам скажу честно. Мы не знали, какой кофе будет у нас на втором этапе, но когда мы открыли пачку и увидели, что это кофе натуральной обработки, нам больше ничего о нем знать не нужно было. Мы обожаем работать с натуральной обработкой. Это всегда сладкий, интересный и очень тельный напиток. Когда мы попробовали этот кофе, мы поняли, что он еще и интересен по букету. Итак, чтобы не терять время, я приступлю к приготовлению пятерного тюльпана. Сразу же скажу вам описание вкуса своего напитка. В нем вы почувствуете сливочную помадку, сливочный пломбир, а также кедровый орех и орех кешью. Обратите внимание, что это же описание будет сегодня в напитке капучино, который нам попался. Верно, Григорий? Да, верно. Дочь, расскажи, что у тебя там с воронками? Хорошо. Итак, я приступаю к приготовлению. Мне понадобится 23 грамма кофе на каждую воронку. Температуру воды я взяла 92 градуса. Добавлю 360 грамм воды. Заодно очень интенсивное вливание. Далее воронка будет настаиваться 2 минуты. И я открою заслончики. Про баланс вкуса хочу сразу сказать. Кислотность выше средней. Сладость также выше среднего. Горедь чуть ниже средней. Тело чайное, оболакивающее. Сама кислотность у нас очень ягодная. На горячей температуре напитка будет. Будет выражена во вкусе красным чаем, цветочным мёдом. Дима, сможешь на 20, пожалуйста? Конечно. И полевой клубникой. Представьте, что вы взяли крепко заваренный красный чай в кружке. Добавили туда небольшую ложку цветочного мёда. И ложку побольше клубничного варенья. На остывании кислотность будет фруктовая. Выражена добавлением в чай сливы и персика. И туда же небольшого количества лимона. Соответственно, кислотность на остывании будет ещё и петрусовая. Так, пожалуй, я бы всё отказала, да, ребят? Тогда я расскажу вам рецепт моего эспрессо. Для всех крупных напитков, кроме флэт-вайта, я буду использовать рецепт. 18,5 кофе на двойном портофильтре. Время экстракции 30 секунд, что на выходе мне даёт 40 грамм эспрессо. Итак, для капучино будет 1-арный шот. Эспрессо, двойной эспрессо понятно. А флэт-вайт давайте по порядку. Он будет готовиться на двойном ристрета. Рецепт будет следующий. 18,5, 20, 20. Григорий, осторожно, у меня тут трясущиеся руки. Это потайшее мороженое. Пожалуйста. Два капучино с элементами ватар для вас. Наслаждайтесь. Дорогие судьи, пожалуйста, Дима, это эспрессо для плэта. Ага. Инжир. Темный шоколад 54%. А также сладость кофейного ликера. На послевкусие. На послевкусие. И изюм. Через 20 секунд уже подаю вам эспрессо. И на капучино, верно, эспрессо у меня будет? Да, и сразу приготовлю на капучино эспрессо. Дорогие судьи, пожалуйста, ваш двойной эспрессо готов. Наслаждайтесь. Я приготовлюсь. Сейчас вам дали двойной эспрессо. Чашечки я прогрел. Дочь, как дела у тебя? У меня все отлично. Скоро буду открывать заслонки. Вам, может, помощь нужна? Дочь, собери, пожалуйста, ванильный рап. Давай сделаем такой рецепт. 250 грамм сливок, 15 грамм ванильного сахара. Все это в 0,6 питчер. Поняла. Заделаю. Прошу прощения, дочь не нужно собирать. Извини. Это волнение сыграло. Ты захотел попить рафчик? Да. У нас в кассе не очень популярны рафы. Я думаю, блин… Скажи честно, что ты просто захотел дать 5 напитков на 4. Хорошо. Дим, ты отдаешь, что сейчас? Капучино и флэт-вайт. Пожалуйста, запишите вкусовое описание флэт-вайта. Во вкусе вы почувствуете… Черничный йогурт, грецкий орех в карамели… Оп, переговори. Ага. И ванильный бисквит. Уважаемые судьи, пожалуйста, капучино и флэт-вайт. Наслаждайтесь. Хотела напомнить, нам остается 2 минуты. Если что, Гриш… Тебе нужны чашечки прогреты? Могу организовать? Нет, у меня нет. Ты вместо Сережи, что ли, сегодня Митрофановой? Зачем ты это сказала? Как у тебя дела? Расскажи. Все хорошо. Все пробегает. Все по плану. Сейчас чашки прогрею. Все как было, да, у нас? Великолепно. Чашку я вторую. Прогрею. А я сама. Сама. Ты даешь. Ты натираешь одну, я вторую. Салфеточки. Да, вот у меня лежат. Пожалуйста. Двойной эспрессо для вас готов. Наслаждайтесь. Ребята, я прибираю станцию. Могу вам помочь чем-нибудь? Нет, у нас тут тоже примерно то же самое, что у тебя происходит. Поэтому. Оп. Ага. Спасибо, Дим. Да, пожалуйста. Обращайся. Вместе? Ребята, остается полторы минуты. Отлично. Я закрываю молочко. Нам же не понадобится больше. Я все выливаю. Оставь, мы заберем с собой. Можно. Может, трав приготовим. Очень хочется. Наслаждайтесь. Так, уважаемые судьи, две изумительные воронки для вас. Наслаждайтесь. Ну что ж, большое вам спасибо. Нам было очень приятно выступать сегодня перед вами. Это вот примерно вот так мы работаем. Известно зерно натуральной обработки. Ваша академия кофе. Большое спасибо. Время. Спасибо. И бурные, бурные аплодисменты команда Академия кофе город Новосибирск. Ребята, если честно, я хотел бы, чтобы это не заканчивалось. Не заканчивалось. Я надеялся, что будет пятый напиток сибирский раф. Риша. Я это...